всем привет сегодня у нас будет рубрика вопрос-ответ итак был вопрос вопрос о том чтобы я сделала видео как склеивать сканы манги где-то я там проговорила что расскажу про склеивание скан манги и в конце концов уже пора мне надо знать что я тогда имела ввиду под склеиванием милость тут такой процесс когда у нас допустим есть какая-то вот книжечка какая-то допустим да в ней нас есть страницы мы их распечатали отдельные листочки и самое последнее что мы делаем чтобы создать книжку мы эти страницы все вместе соединяем и склеиваем так сказать в одну книженцию ну сейчас конечно некоторые еще и с никами там работаю да но чаще всего это дело делается вместе вместе с крем вот и подсклеиванием страниц манги я имела ввиду процесс когда у нас уже все готово полностью у нас как бы вот есть все файлики нужны которые нас для нашей манги все странички готовенькие то есть в нем в них есть и тайп и клин и все весь перевод уже все сделано и проверку тоже орфографическую тоже все сделали и нам осталось только каждую страничку сохранить формате какой-нибудь картинки то есть в формате картинки я это дело все сохранила в папочку png вот эта папочка png то есть я в формате png сохраняла и все эти страницы вот они каждый по отдельности стоят они меня вот они вот это все есть их я все выделяю и потом делаю из них архив чтобы мускать в одном файлике все как бы в одно впихнуть и вот этот архив это есть наша самая склеенная манга то есть допустим на читалке по типу ритм анка точка ру там они просят запихнуть и им загрузить им ходить архив манги и вот этот один маленький файлик где у нас все наши странички заархивированы это и есть наша склеенная манга самое важное при при этом процессе таскать склеивания сама интересная такая вещь которая нужно учитывать это то как мы конкретно будем все это дело сохранять каком что конкретно будем архивировать я архивирую картиночки почему да очень просто потому что файлы фотошопа у нас весят довольно таки много допустим данным манки у меня каждый файлик весит там 3 2 там где-то даже 5 мегабайт весят картинка фотошопская если же панглешку с посмотрю по размеру так секундочку таблица то панглешка весит намного меньше они видят половину мегабайта примерно и этот вот размер как раз и файлы и является решающим что конкретно будем управлять на сайт да то есть как бы сайт будет вам более благодарен да и все читатели тоже если ваша картинка вид как можно меньше по размеру конечно если вы со семьей уменьшите до невероятных возможных до невероятных размеров да там допустим пару килобайт всего то картинка скорее всего потратится из потеряет все свое качество потеряет весь свой нормальный вид и будет некрасиво нечитабельно вот поэтому тут на такой золотой баланс на тело что между качеством и размером файлика в общем да когда мы сохраняем картинку для интернет да да то все читатели будут нам благодарны если мы не будем за хламлять их кэш на телефонах или на компьютер да то есть чем меньше картинка тем лучше для читателя так вот значит как можно вообще сохранять эти файлики в каком формате да то есть мы кликаем на менюшку файл и тут у нас есть два варианта сохранить как либо скорее для веб я читаю сталкиваться с многими такими советами то что надо обязательно кликать сохранить для веб и сохранять формате png 8 да то есть без всяких объяснений цветов говорили просто вот так делай и точка давайте я все-таки объясню что это такое и почему так вообще делается такое значит png 8 это формат файликов которые из нас поддерживает 256 цветов и если у вас картинка в формате градации зерва то есть там только черные белые серые какие-то кортиночки то в таком формате в принципе можно сохранять да можно если вас картиночка цветная то надо снять формате 20 пнг 24 есть еще также форматы gif и gif gp и в бмп формат в бмп нам точно не подходит тут всего два цвета поддерживается черный и белый и это точно не то что нам надо формате гиф мало кто любит сохранять потому что ну потому что там секундочку надо вернуть обратно вернись обратно вот такая не хочется обратно возвращается после этого формата б 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 короче бонечковый формат так вот значит формате gif мало кто любит сохранять потому что в этом формате у нас частенько какие-то искажения цвета появляются но в принципе если сохраняюсь если сравнивать допустим градации серого сохраняя сохраняя сохраненной формате гиф и красоты серого формате формате png то разницы в них вы не увидите никакой разница будет только в размере файла и еще у нас есть размер разрешение файла jpeg если мы сохраним вот эти все форматы то у нас получится следующая картинка вот допустим я сохранила гифку гифка у меня получилась в размере 911 килобайт jpeg у нас получился 365 килобайт это с учетом того что самые стандартные настройки поставила да там есть как бы еще вариация то что можно jpeg более крутое качество там сделать да но вот это самые стандартные настройки jpeg получился 365 килобайт пнг 8 741 и пнг 24 1126 килобайт это все одна и та же картиночка давайте это все мы сейчас откроем вот сюда вот сюда вот откроем и посмотрим в чем вообще разница между тем и другим форматом 1 2 3 и все 4 уже поставил 100 а нет он загружается вот 4 так это у нас jpeg 24 давайте пока что все это выключаем это давайте сначала у нас формат это у нас какой формат вообще был тут с к сожалению не написано надо подписаться в этот гиф или не гиф давайте подпишем в названиях да сейчас секундочку тут напишем тире гиф чтобы я могла в это по слоям определять кто из них кто да а это мы назовем тире jpeg вот так вот и вот таким вот образом и сейчас это дело jpeg и гиф откроем сюда раз лагает немножко компьютер нет не лагает все хорошо все отвисло вот посерединке так ставим окей и вот этот все теперь точно увидим что из них кто кто из них том и сначала у нас гифка идет гифка jpeg пнг 8 пнг 24 в принципе по качеству в смысле по разницы в цветах у нас ничего почти что ну никакой разницы мы не замечаем да то есть что давайте снова вот это у нас гифка jpeg png 8 и 24 разницы никакой разница есть только в джепешке если мы включим наши слои секундочку слои корректирующий слой уровне окей и мы включим беленький цвет посмотрим да так это свернем слои поставим вот это повыше и смотрим на наши вот эти вот места которые помнить мы числи беленький старались сильно сильно так у нас получилось почистить так выключаем пнг 24 это было сейчас у нас пнг 8 выключаем и джепешка как видите в джепешке сразу же появляются какие-то новые артефакты джепешка включаем получается гиф и вот джепешка у нас в них много много этих джепешка артефактов новых появляется поэтому в джепешке сохранять все таки нежелательно потому что мы там старались учистили чистили да конечно джепешка весит меньше всего но в джепешке появляются снова эти самые гадкие артефакты которые нам всю малину портят так что джепешку сразу же удаляем это нас не вариант далее что далее нас остается гиф пнг 8 пнг 24 если мы сравним по размерам то гифка у нас получилось больше чем пнг-шка восьмер восьмая которая да поэтому гифку мы в этом случае не берем потому что она гораздо больше по размеру становится гифка тоже мы бракуем остается только пнг 8 пнг 24 в принципе все понятно все прекрасно да то есть пнг 8 мы сохраняем если у нас картинка чего на белое пнг 24 сохраняем если у нас картинка цветная да казалось бы все легко и просто но здесь тоже есть свой как бы подвох вот этого сохранения для веб дело в том что если мы сравним вот этот пнг 8 сейчас пнг 24 пока что удаляем потому что она не нужна у нас картинка чего на белое вот нас пнг-шка 8 остается и давайте сравним с нашим самым оригиналом давайте посмотрим поближе вот над эту штукенцию да выключаем пнг 8 и вуаля а у нас в оригинале все как-то светлее как оказалось почему да интересно вопросик почему дело в том что когда мы сохраняем вот таким вот образом у нас меняется цветовой профиль подставы профиля тоже как-то в отдельном видео расскажу обязательно и смотрите у нас это сейчас пнг-шка 8 мы ее открываем здесь в новой файлике и вуаля у нас когда у нас уже здесь были градации серого а здесь нас теперь индексированные цвета то есть 256 индексированных цветов это уже не режим изображение градации серого это уже нечто другое и именно поэтому у нас картинка стала гораздо темнее выглядеть так вот чтобы сохранить картинку конкретно в градациях серого конкретно когда за себя нужно нажать файл сохранить как выбрать пнг-шку вот это вот 90 пнг вот это и сохранить файл в таком формате только в таком случае у нас не потеряется наш цветовой профиль вот это у меня формат погонила как сохранить как откроем его здесь сейчас вот так поставлю вот так вот вот так и смотрим это меняarım сохранила как и то что было то что была стала была стала lecter не какой то есть у меня до этого были градации серого и остались когда цoted over если я открою сейчас отдельным файликом секундочку меня мышка слаганула немножко если сейчас откроют в этот картинку отдельным файликом сюда, то у нас световой профиль тоже градации серого. Все прекрасно, все то же самое. Именно те самые оттенки, в которых мы и работали. Далее что? Далее есть еще в новых форматах фотошопа, то есть я сейчас использую старую версию фотошопа, а в новой версии фотошопа там есть как бы кнопочка, там, во-первых, нету здесь кнопочки сохранить для веб, там есть кнопочка экспорт, да, и через экспорт есть там, можно найти кнопочку сохранить для веб. И в новой версии фотошопа, вот в этом месте, вот здесь, вот стоит еще одна галочка, и написано «Использовать встроенный профиль». То есть если мы на нее нажмем, вот на эту галочку, и сохраним в формате, допустим, PNG-8, то тогда у нас появится результат, который тоже нам, в принципе, подойдет. Это у нас сохранено, вот это вот оно и есть, это у нас картинка сохранена в формате PNG-8, и мы поставили галочку «Встроенный профиль». Я его сейчас открою и покажу тоже, какая у них разница. То есть это у нас «Встроенный профиль» и «Оригинал». «Встроенный профиль», «Оригинал». Она как бы немножко съехала по пикселям вверх немножко, да, но по цветам она то же самое, что нам и нужно. То есть как раз то, с чем мы и работали. Вот. Еще раз покажу вот самая PNG-8, которая нам все испортила. Наш цветовой профиль полностью у нас испоганила. И то, что у нас как бы результаты, которые у нас как бы должны быть. Хотя этот самый шрифт стал более четеньким, да, когда мы сохранили в PNG-шках. Вот. Да, что я еще хочу сказать. Но в принципе, да, и по размерам, если посмотреть на эти файлики, то есть у нас как бы, давайте уберем все лишнее, PNG-24 это слишком большое, это самое у нас черная белая картинка, нам такого PNG-шка не нужна. Да, прямо сейчас в картину тоже долго. Так, GIF-ку мы тоже забраковали на больше, чем PNG-8. GIF-ку мы тоже удаляем в картинку. JPEG удаляем, потому что там артефакты появляются. И вот, значит, PNG-8 у нас стала слишком темненькая. Мы ее тоже нафиг удаляем, потому что нам не нужно искажение цвета нашего. Когда мы кликали сохранить как, у нас получился размер файлика 732 килобайта, а когда мы через новую версию фотошопа сохраняли с галочкой встроенный профиль, то у нас картинка стала 715 килобайт. Так что вот, вот в этих двух форматах надо нам сохранять, краски, нашу картинку, то есть PNG. То есть, сохранить как PNG, либо в новых версиях фотошопа, а сохранить для веб в PNG-8, но при этом учитывать встроенный профиль. На этом пока что все. Всем спасибо за внимание и пользуйтесь на здоровье данными сведениями, данными знаниями. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok